Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Первый субботаж прошел на ура. Спасибо всем, кто гулял вместе с нами. В эту субботу встречаемся там же. Новый закон о мирных митингах связывает гражданское общество по рукам и ногам. Токаев признался, что больше всего боится народа. Радио Нур-Азаттык полностью трансформировалось в пропагандиста власти. Его директор Таракул Даоров принуждает журналистов работать на Токаева. Общество Казахстана утомили негатив и давление. Наступило лето, и ДВК пригласил казахстанцев на легкую веселую акцию. Первый субботаж прогремел звучно и радостно. Казахстанцы с радостью поддерживают оптимистичные лозунги. Ярче всех показал себя город Алматы. Шествующая колонна привлекла к себе внимание. Протестная волна в Казахстане набирает обороты. Активисты нашли способы объединиться, не провоцируя агрессию власти. То, что произошло на субботаже, настоящий творческий порыв и новый виток протестного движения. Больше всего людей радовала возможность объединиться со своим народом и единомышленниками. Алматы стал звездой первого субботажа. Участники акции играли на музыкальных инструментах, пели и танцевали. В субботний вечер на Арбате устроили шумный карнавал. Когда на уличной дискотеке собралось более сотни человек, группа отправилась одной организованной колонной по улице Панфилова. Впереди с огромным барабаном шел активист Каират Клышев. Вся колонна скандировала в такт. Активисты! 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 Субботаж массово поддержали в Астане и Шемкенте. Нам присылают видео субботажей из Семея и Уральска. Активистке из Петропавловска даже травма не помешала выйти на прогулку. На площадь перед Акиматом она пришла на костылях и с синей ленточкой. Мы видим, как субботаж позволил людям свободно гулять и выражать свои мысли творчески. На этой акции мы увидели много новых лиц, молодых и радостных. Надеемся, что в следующую субботу вы все пригласите еще больше друзей. Не всем близки политические требования, но все мы устали от серости и отсталости казахстанской действительности. Молодежь это видит ярче всего. Вместе мы разбавим скучные будни яркими красками. Улыбка объединит весь Казахстан. Приглашаем в конце недели развеяться в обществе добрых людей. Алматы открыл фестиваль. Посмотрим, какой город будет ярче уже в эту субботу. 20 июня объявляется конкурс на самый красочный город. Чтобы ваш город выделился, собирайтесь с друзьями и рисуйте яркие плакаты со смешными мемами. Рисуйте на одежде, рисуйте на лицах. Место акции должно наполниться музыкой и красками. Залог удачного субботажа – хорошее настроение. Выходите на творческую прогулку, знакомьтесь с единомышленниками. Каждую субботу мы выходим на прогулку с 19 до 22 часов, чтобы общаться с друзьями и соратниками. Обещанные Токаевым политические реформы обернулись для Казахстана лишь ужесточением диктатуры. Почти все, что он обещал, оказалось пустыми словами. А новый закон о мирных митингах создал еще больше запретов. Власть при этом уверяет, что именно такой порядок является проявлением настоящей свободы и демократии в Казахстане. О необходимости разработки нового закона о митингах Токаев объявил после своей инаугурации. Власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами. Не обещать, а делать. Вместо этого президентский срок Токаева начался с небывалых репрессий по отношению к гражданскому обществу. Люди вышли на улицы, возмущенные фальсификацией и выборов. С 9 по 12 июня прошлого года в Алматы и Астане были задержаны более 6 тысяч человек, что вызвало осуждение демократических стран. Следует приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов, что соответствует нашей Конституции. Митинги допустимы, если они не нарушают закон, не нарушают общественный порядок и не мешают покою граждан. Это моя принципиальная позиция. Несмотря на жесткие репрессии, Токаев продолжил изображать реформатора и вспомнил о Конституции, которая гарантирует гражданам свободу мирных собраний. Практику тотального запрета на митинги Назарбаев ввел в 95-м году, когда был принят первый закон об организации мирных собраний. Закон был предельно прост. Состоял из 12 статей и давал акиматам право запретить акцию по любому поводу. Со временем это привело к полному запрету выступлений граждан. Например, акимат Алматы на протяжении 12 лет не выдавал разрешения на проведение митингов и даже одиночных пикетов. Чиновники отказывали активистам под самыми абсурдными предлогами. При подаче заявлений часто выяснялось, что в указанном месте срочно надо проводить ремонт или сами решали, что проведение акции нецелесообразно. Например, акимат запретил акцию феминисток, потому что на нее могут прийти представители ЛГБТ-сообщества и провокаторы. В Караганде власти запретили одиночный пикет с требованием об отставке правительства, потому что такое требование не предусмотрено действующим законодательством. Значит, и требовать такое запрещено. Изображая реформатора, Токаев поручил разработать закон с уведомительным характером проведения митинга. В цивилизованном мире это значит, что разрешение не нужно, чтобы выходить на акции. Достаточно уведомить власть. Самое главное – введен уведомительный порядок. Разве это не прогресс? Теперь, чтобы провести митинг, достаточно просто написать уведомление. Не нужно никаких получать разрешений, санкций и так далее. На деле никакого уведомительного характера закон так и не ввел. После подачи уведомления власти, как и раньше, могут запрещать их проведение под любым предлогом. Список поводов для отказа состоит из 10 пунктов и предлагает практически любой повод. Более того, закон еще более ужесточил правила проведения митингов. Раньше можно было провести митинг в любом месте. Теперь закон ограничил их проведение. Можно проводить только в специальных местах в отдаленных парках. К тому же численность участников строго ограничена. Участвовать в акциях, да и то в местах-резервациях, сможет столько человек, сколько разрешат власти. И акиматы уже объявили, что массовых митингов не будет в принципе. В Алматы смогут собраться одновременно не более тысячи человек, что слишком мало для двухмиллионного города. По новому закону, даже пикеты нельзя проводить в любом месте и неограниченное время. Теперь надо получить уведомление и выходить по одиночке не более чем на два часа. По новому закону нельзя заранее призывать сторонников на запланированную акцию. Агитация разрешается лишь после рассмотрения уведомления. На это отводится три дня. А само уведомление надо подавать за пять дней. То есть публично объявлять об акции разрешено лишь за день до ее проведения. Властями сделано все, чтобы даже на разрешенные митинги никто не смог прийти. Эта власть нам не оставила никакой возможности для цилизованного спора, для дискуссии. Только митинги. Даже этот фальшивый закон о митингах привел к тому, что, например, в Алма-Ате они определили несколько мест, где разрешено участвовать 200-500, максимум тысяч человек. Вы видите, они даже митинги хотят зарегулировать, запретить, зарегулировать численность. Это у них ничего не получится, потому что народный протест невозможно остановить. Властями сделано все, чтобы даже на разрешенные митинги никто не смог прийти. Этот закон напрямую нарушает статью 32 Конституции Казахстана, которая гарантирует право на мирные собрания. Этот закон также нарушает конвенцию ООН о мирных митингах, которую подписал Казахстан. «Мы имеем полное право игнорировать положение этого закона и проводить митинги после уведомления правительства через социальные сети. Спустя две недели после вступления закона в силу еще никому не удалось провести согласованный митинг или пикет. Зато уже были разогнаны как минимум 10 акций протеста в разных городах. То Каев действительно реформатор. Он усовершенствовал диктатуру и систему подавления гражданских прав и свобод». Пока вы просто смотрите, в комментариях кипят обсуждения новостей. Поделитесь своим мнением и вы. Подробнее читайте на наших страницах в соцсетях. Раньше радио «Азаттык» считалось единственным источником объективной информации. На сегодня ни у кого не остается сомнения, что редакция сотрудничает с властями и выполняет прямые приказы из Акарды. В связи с этим в народе его открыто называют «Нур-Азаттык». Самое вопиющее, что официальное издание существует на деньги налогоплательщиков США. То есть главный редактор «Нур-Азаттык» уже неприкрыто использует спонсорство Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, чтобы продвигать пропаганду авторитарного режима Назарбаева. Редакция «Нур-Азаттык» покорно обслуживает имидж Штокаева в годовщину его нахождения на посту президента. Под руководством Таракула Даорова редакция радио «Азаттык» придает миссию, которой следует радио «Свобода», а именно обеспечивает справедливые и объективные новости. Народ видит очевидную лояльность «Азаттык» к режиму и высказывает свое возмущение. Накануне годовщины Токаева «Нур-Азаттык» подтвердил свой провластный статус. В мае редакция выпустила большое интервью с политологом Дасымом Садпаевым, посвященное громкому выступлению Токаева на заседании ЕАЭС. Риторика интервью звучала в унисон государственной пропаганде о смелом президенте, который защищает интересы Казахстана и критикует Россию. Но это все история для казахстанского читателя. Уже в июне Токаев дал интервью российской газете «Комсомольская правда». Для российского читателя он снова вернул образ присмыкающегося друга Путина. Нур-Азаттык выпустил статьи, где дал выжимки из этого интервью, поддерживающие образ Токаева в Казахстане. Эти материалы были явно заказаны и ставили перед собой цель становления Токаева как самостоятельного политика. Накануне годовщины президентства Токаева 12 июня Нур-Азаттык опубликовал целый ряд статей, восхваляющих его независимость. Заголовки пестрели вопросами вроде «Токаев выходит из тени Назарбаева?» В них речь идет о кадровых перестановках, которые должны как-то подтвердить, что Токаев решился на них сам без приказа своего «Елбасы». Для пропагандистской кампании задействовали международный ресурс внештатного журналиста «Радио Свобода» из США Брюса Паниера, «Вспоминая о том, как Токаев вступил в должность, рекордные по масштабу народные протесты, продолжавшиеся три дня, журналист описал одной строкой. Для него стала сюрпризом такая бурная реакция общества. Удивить такая реакция может только если считать президентство Токаева сокрушительной победой, а не грубой фальсификацией». Более того, он прямо соврал, сообщив читателям, что митинги против Токаева были меньше, чем земельные митинги 2016 года. Паниер утверждает, что вначале Токаева подразумевали как ширму Назарбаева. С этим спорить невозможно. Однако далее, рассуждая о расцвете оппозиции и фальшивых политических движений вроде ОЯН и ДПК, он также подвел читателя к тому, что Токаев все же обрел самостоятельность. Конечно, сразу в самостоятельность Токаева не поверил бы никто, но после показательных переназначений и манипуляций информацией общество решили убедить, что эпоха двоевластия окончена и время Назарбаева ушло. Также показательно, как Нур Азаттык подошел к освещению провластного митинга 6 июня. Руководство решило направить на освещение митингов журналиста Нургуль Топаеву вместо ее коллеги Сани Ютойкен. Сани Ютойкен от этой работы просто отстранили, как это было ранее с ее коллегой Асем Токаевой, когда журналистские принципы журналистки стали поперек корыстным целям Даорова. Перед руководством издания стоит задача показывать ситуацию так, как это нужно заказчику из-за корды. Топаева является бывшим сотрудником телерадиокомпании «Казахстан». Не хабар, но это также полностью лояльное к власти издание. Реформы Токаева призваны соблюдать преемственность Назарбаева по уничтожению независимого мнения и свободы волеизъявления. Все его реформы только декларируют свободу, но на деле ужесточают давление на гражданское общество. Пропагандисты после смены режима неизбежно попадают под люстрацию. Американские налогоплательщики вряд ли согласны спонсировать пропагандистов о корды и помогать поддерживать режим Назарбаева. На сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости на канале 1612. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok